Маленькая такая ассоциация и пояснение. Хорошо, хорошо. Ну, как будто бы, значит, мы, значит, установили. Теперь расскажите, пожалуйста, что вас заставило сегодня, вот, или вот буквально пару дней обратиться опять. Значит, что-то ухудшилось или нет? Нет, не ухудшилось. Слава Богу, вроде все хорошо. Единственное, когда дело касается опять каких-то, ну, на работе там что-то, изменения какие-то там идут и говорят там условно про зарплату. Ну, например, просто, что может быть там в связи с происходящим на Украине. Нет, нет, не надо об этом говорить. Какая разница? Значит, в связи с изменением зарплаты. Все, уменьшают зарплату, уменьшат. Естественно, так это нормальная реакция. Ну, и, как бы, где-то у меня уже начинается внутри реакция уже на фоне. Какая реакция? Ну, вот это бой. А, бой. Ну, так это нормальное явление. Это нормальное явление. Вы знаете, я вам хочу сказать, для того, чтобы вы поняли. Значит, я, во-помни, там делал вот недавно стримчик, так, ну, зачитывал книгу и забыл. У меня уже, значит, начал ассоциация, и когда дошел, то была ночь уже, я уже забыл, чего я начал, почему я начал и перешел на это. Я упомянул там о Швеце. Юрий Борисович Швец. Великолепно дает комментарии согласно вот этого конфликта и так далее. Так вот, что он сказал. Он сказал, что того, что было, уже не будет. Мир изменился. То есть, во прежней жизни уже не будет. Это будет совершенно другое качество. Я недавно прочел, вот буквально вчера, сообщение, значит, высказывание в немецкой прессе. Мерц, Мерц, это председатель партии, это вот, ЦДУ, социал-демократическая, это вот партия. Он сказал, что сейчас мы в Германии испытываем хвоёпункт, то есть, вы знаете, немецкий хвоёпункт, значит, волю, волю, волю. Вершина Эвереста. Да, да, волю штанда. То есть, что сейчас, это максимум, вот сейчас, максимум, значит, благосостояния народа. И действительно, я это понимаю, значит, все начнет падать. Почему начнет падать? Начал все с ковида, все. С 20-го года ковид проподрубил. Но это еще было не так драматично. Еще была какая-то надежда. Вот. Но с началом вот этих боевых действий весь мир поставлен с ног на голову. Санкции, они же бьют не только по стране-агрессору. Они бьют и по тем, кто и вводит санкции. Отказ от дешевого газа, отказ, значит, от дешевого угля, отказ от дешевой нефти. Это первое. Дальше второе. Значит, тут боевые действия. Значит, Украина – это, в общем, такой основной поставщик зерновых. Россия тоже основной поставщик зерновых. Значит, на что сейчас? Украина вообще не может ничего делать. А в России горючее куда нужно будет идти? Естественно, на танки и так далее, и так далее. Там всегда были проблемы. Когда начинались еще в советское время посильные, значит, как сложно было, да? Не хватало. Где же это горючее? Где же это горючее? Где это солярка или черта? То есть, значит, миру угрожает голод? Миру угрожает голод? Естественно, вот в Германии голода не будет, но цены выросли уже. Колоссально выросли. Инфляция где-то, ну, я не знаю, чтобы только не солгать, но, по-моему, уже до 5% дошла. Я помню, на 50 евро можно было купить такую огромную эту тачку. Теперь на 50 евро ты ни хрена не купи. Теперь то, что ты раньше платил 50 евро, сейчас ты должен заплатить 150 евро. И это все будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. Поэтому, поэтому я к чему хочу сказать? Что я хочу? Все страдают. В первую очередь, больше всех Украина. Второе, конечно, страна, которая страдает, но она сама виновата в том, что она страдает. Это, конечно, Россия. Причем страдания только начинаются, они будут увеличиваться. Вот. Ну, и остальной мир тоже страдает. Там, конечно, ни бомбы не рвутся, люди не гибнут. Вот. Но страдает в плане экономического. Поэтому, уважаемый пациент, все, что вы сейчас, естественно, там, снизили зарплату, это не первое. То есть, это только первое. Но это не последнее, поверьте мне, огорчение. Поэтому я молю вас, молю вас, все-таки, все-таки, как-то понять, мобилизоваться и прекратить, вот, прекратить, понимаете, скажем так, как-то реагировать на это. Вы знаете, я вот вчера зачитал там из Сикорского, профессора Сикорского, психологии и физиогномика. И вот я вчера там зачитал описание, называется «Банкротство банка». И вот там Сикорский описывает эти персонажи. Значит, там какая-то часть персонажей, это активные, они хотят получать деньги. А вот там, значит, он, конечно, это, значит, это люди, воли, они хотят. Полиция стоит вот так, значит, это в царское время там, значит, банкротство банка. Значит, полиция стоит с таким холодным видом, значит, помощи никакой не оказывает. И вот там два персонажа, которые находятся в полной покорности. Вот полной покорности. Вы знаете, я бы вам бы советовал, советовал, естественно, не находиться в полной покорности, но не реагировать так на то, что снижается зарплата, на то, что ухудшается жизненное качество жизни. Оно в Германии ухудшается. Оно везде будет ухудшаться. Оно везде будет. И в Китае оно будет ухудшаться. И в Китае. Везде, 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 везде во всем этом мире, значит, мы будем откатываться назад. Поэтому, с одной стороны, вы должны быть пассивным. То есть, по поводу чего пассивным? Вот это как вот описано. Прослушайте, кстати. Вот последнее, там называется воля. Значит, Сикорский психология, физиогномика. И там вот последнее, вот моя, скажем, стрим. Вот там прочите, особенно в самом начале, это банкротство, он пишет, банка. Значит, это с одной стороны. А с другой стороны, ведь, по сути дела, банкротство, банка, там все они обречены на провалы. Значит, даже активные, которые хотят везти, вернуть деньги, они их не получили. Некоторые просто согласились, и все их позы, вся их физиогномика, вся их телесная физиогномика, она показывает, что они согласились. То есть, что они приняли это как должное. Вот это я вам советую, с одной стороны. Но, с другой стороны, естественно, на этом я вам не советую остановиться. Я вам все-таки советую продолжать какую-то борьбу. Я сейчас очень многим пациентам говорю, выживать. То есть, это пойдет как лечебная помощь вам. Почему? Потому что все-таки болезненная доминанта это одна. А когда встает вопрос о выживании, а сейчас, по крайней мере, я так думаю, вот это мое мнение. Мое мнение. Значит, украинцы сейчас действительно выживают. Россия пока частично выживает. Еще запасы есть. Еще все это, значит, все эти санкции, они еще не сработали. Война еще не закончила. И вообще, что там будет у вас, никто не знает в России. И так далее, и так далее. Все-таки, это вот какая должна быть доминанта. Выжить. Выжить. Пережить. Принять какое-то решение. Почему? Тогда она покроет, покроет вот эту болезненную доминанту. А пока у вас все-таки доминанта болезненная. Но, скажем так, она преобладает. Почему? Вам сказали, мы снижаем зарплату. Так вы что думаете? Это первое снижение зарплаты? Или это первое повышение цен? Оно будет расти. Причем во всем мире, я опять повторяю. Если Мерц, господин Мерц сказал, что мы сейчас в Германии переживаем высший пункт благосостояния. На что он намекает? О том, что это благосостояние будет снижаться, снижаться, снижаться. Конечно, будет снижаться. Когда уже рекомендуют, надо топить, скажем так, эти батареи на 1-2 градуса, значит, меньше делать. Ну, а я супруге говорю, а мы привыкли давно. Мы в этом году, если вы меня видели, я сегодня только уже все ввел в куртке, в шарфе, в общем, вид такой, понимаете. То есть мы с супругой привыкли, ну, купим еще шерстяных, вот. Ну, будем снижать, ну, а что делать? Почему? Потому что, естественно, цены на газ. Поэтому, поэтому, с одной стороны, вы должны так понимать, то, что вы не можете изменить, не реагировать. А с другой стороны, искать пути, то есть быть активным, искать пути, чтобы каким-то образом получить резервы и как-то все-таки выжить, пережить. Вот это очень, я не знаю, поняли ли я вы или нет, доступно, понятно ли я это объяснил, вот этот баланс. Почему я привел пример этого банка? Там все и активные, и вот эти, которые пассивные, которые согласились. Интересное такое описание с выражением даже пост и так далее, и так далее. Это одно дело, но у вас другая ситуация, это не банкротство банка и все деньги пропали, а тогда никаких гарантий не было, банкротство все дулю получит, вот, и так далее. Там понятно, что там все-таки наиболее правильная реакция это была покорность и соглашение, ну, что можно сделать? Все, обанкротился банк. У вас совсем другая ситуация. С одной стороны, банкротства нет, но у них уменьшают зарплаты, сложности, может быть, даже увольнения грозят и так далее. Всякое, мы никто, мы никто, мы никто, мы не знаем, что нас ждет сегодня, завтра, послезавтра и так далее и тому подобное. Ну, значит, тут должно быть так, ну, я на это не могу повлиять, но одновременно, параллельно должно идти, что активность, искать выходы, искать какие-то, то есть, значит, вот на это я не могу повлиять, поэтому, ну, что я могу сделать? Что я должен там плакать или, скажем так, или наоборот, бороться, это все равно, что, знаете, такое нехорошее слово, да, значит, уренировать против ветра, да, на себя, значит, понимаешь, и так далее, и так далее и тому. Но я должен искать все, что в моих силах, включить в свои мозги активность и искать, как мне выжить, как мне все-таки, да, уменьшить, уменьшить негативные последствия вот этого, значит, кризиса, который угрожает всему миру и так далее. Ну, я просто в качестве примера это просто сказал, то есть, суть такая, что что-то, если вызывает у меня какое-то, ну, мягко говоря, негодование, то вот оно все равно дает еще, вызывает какие-то эти отголоски. Подождите, оно вызывает ухудшение или гнев? Ухудшение. Ухудшение, да, потому что гнев это другое, гнев я тоже. Я гневаюсь. Да, мне все гневаются, как правильно выразиться так говорил, все гнев. Нет, гнев это раздражение, то есть, недовольство, гнев, ох, сголочка, ах, значит, мне снизили, значит, зарплату, ах, мерзавцы, ах, паскуды, ну, еще там, любой набор можете, это гнев, это лучше. Гнев лучше. Гнев тоже сопровождает у меня. Да, гнев. Я вообще себя не узнаю, могу даже и в жбан дать спокойно, сам такой не был раньше. Что можете? В жбан дать, не имеется в виду, к ударить. А, ударить? Вы знаете, я вам все-таки думаю, вот, что я уже забегаю вперед, возможно, вот, что вам придется трилептал немножко добавить, может быть. Потому что он как раз очень хорошо снижает вот эту агрессивность, понимаете, он успокаивает, он убирает это, ну, 600, может быть, 900, 450, 450, может быть, там, там по 75, да, по-моему. Ну, агрессивность мне не мешает. Не мешает, ну, хорошо. То есть, если я буду агрессивным гневом, нежели буду унылым кислым гневом. Ну, хорошо, вопрос следующий, пациент инкогнито. Ну, вот вам сообщили о том, что зарплата будет уменьшена или там еще что-то, больше работать будете за прежнюю работу. И там, где два работало, теперь будете один работать. Скажите, это долго сохраняется, вот эта реакция ухудшения, или все-таки через какое-то время вы стабилизируетесь? Ну, бывает, что где-то от 4 до 7 дней, может быть, это держаться вот так. То есть, вот что-то такое появилось, небольшое, но это вот прям совсем чуть-чуть. То есть, уже, да, сначала немножко побаивался всего этого, но сейчас уже нормально. Не-не-нет, я не об этом. Я говорю о последствиях вот этого. Это стресс, а реакция в виде возобновления, усиления, ухудшения симптомов. Вот сколько она может держаться? Нет. То есть, если вот есть какая-то реакция на стресс, то она держится вот в 4 до 7 дней. А в 4 до 7, это что, много? А раньше? И еще на погодные условия реакции сильно. Еще и на погоду. На смену погоды сильно реагирует. Заметил. То есть, вот внезапные заморозки, эти магнитные бури, так называемые, кажется, что реагируют сильно. Ну, с магнитными бурями сами, куда мы можем деться, вот, мы никуда не денемся. Вы, молодой человек, они вам ничем не угрожают там, понимаете, серьезными. Старикам, да. Старикам, если магнитная буря, или больным тяжело, больным соматически, там может и кончиться печально, катастрофически. Значит, это можно игнорировать, ну что, мы же на магнитные бури, бури, значит, повлиять не можем. Вы знаете, я вспомнил, что говорил этот швец. Он там ссылался на начальника СИА, это Центральное разведывательное управление. Вы знаете, американцы на первое место угроза ставят изменение климата, или клима-вандель. Вот основная угроза. А вторая угроза, это атомная война, вот, ядерная война. А вот, вот, что они поставили, вот их, вот их, значит, скажем так, основная задача. Потому что это действительно, вот. Но тут, тут вы же понимаете, значит, это масштабы, это все человечество должно быть. А как вы или как я можем повлиять на изменение погоды? Не как мы будем реагировать, значит, у нас остается только прикрываться, прикрываться и правильно, скажем, проводить лечение и смягчать. Но я опять вам повторяю, для меня и для моей супруги это страшно. Вот она позавчера упала. А я вижу, я потом понял, думал, что от таблеток, а понял. То жарко, то потом вдруг у сегодня ночью мороз уже был. Понимаете, вот и все, вот она и упала. И слава богу, там, что пришел сосед, поднял и так далее. Я тоже это все чувствую. То, 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 сё, каждый день. Причем на это. Поэтому здесь мы не можем повлиять, здесь мы можем только поставить защиту в наших силах. Но вы должны быть спокойны, это вам ничем не угрожает. Потому что это ухудшение, оно будет кратковременным. А вот то, что касается психологических стрессов, там, конечно, придется вам самому как-то меняться. То есть вы должны понять, что все, все мы, по сути дела, все мы, я уже где-то говорил, все мы в одной лодке сидим. Но лодки разные. Украина лодка уже заполнена наполовину водой. В России уже, в России там уже несколько пробоин, и вода начинает поступать, но все-таки залатали, и как-то она еще идет. На западе лодка хорошая, еще мощная, вот, там, где нет войны, вот, но там ее качает, понимаете, беженцы приезжают, там, садятся побольше, значит, этих вот пассажиров. И как-то уже некомфортно в этой лодке, понимаете, сравнение. Лодка наполовину наполненная водой, еще немножко утонет, лодка с дырками, но штопается, она еще на ходу, и лодка перегруженная. И лодка перегруженная народом, дискомфортно, понимаете, вот, вот это, наполовину это Украина, там, с дырками, но которые латаются, это Россия, а весь остальной мир, оно, остальной мир, это просто, понимаете, вот некомфортно в этом, в этой лодке или в этом корабле стало. Понимаете, слишком много каких-то проблем и развлечения подороже, и как-то неуютно, и бассейн уже вода холодная, и народу что-то многовато, понимаете, вот и все. Поэтому вы должны это понимать, что все мы в одной лодке, а когда мы все в одной лодке, знаете, самое страшное, когда меня, мне одному плохо, а всем остальным хорошо. Вот чем хорошо, вот чем, значит, плохо сейчас, скажем так, вот солдатам, воюющим русской армии. Весь мир, значит, их страна, там, население жирует, а они, значит, рискуют, а в Украине все в одной лодке, понимаете, им проще, они объединены, а там так, или афганская, да, война, там, или чеченская война, или американцы в Ираке, значит, там идет жизнь, народ жирует, а мы должны тут видеть кровь, а мы должны тут погибать, а мы должны тут напрягаться, а мы должны тут прятаться и так далее. Вот чем, вот чем вся проблема. Но в данном случае, в плане выживания, все мы сидим в одной лодке, все, абсолютно все, от и до, от и до, понимаете, все мы в одной лодке. Там светит тень одинок. Да, поэтому, поэтому это как должно помочь, поэтому все-таки я вам советую, с одной стороны, вы понимаете, что вы пока, значит, ситуацию изменить не можете, но это не значит сидеть, вот, как там описано, банкротство банка, кто-то сидит, сложил руки и уже абсолютно ничего не делает, а вы должны параллельно все-таки чем-то заниматься, активироваться и так далее. Теперь все-таки все, я уже закончил, теперь расскажите, ну, вот все-таки какая цель, вот, беседы сегодняшние, как вы можете оценить результаты лечения и что составило вас все-таки, вот, я что, уже знаю, на опыте, я в 53 или 54 года уже работаю с 68 года, это будет 54 уже года, значит, в июле, когда я приступил, или в августе я приступил к работе, я знаю, если хорошо, больной не обращается, и я сам так, а начинаю вспоминать, когда вспоминают Господа, вот, Бога, когда, когда плохо, или когда маму вспоминают, когда плохо, вот, значит, когда вспоминают о враче, когда тоже плохо, вот что случилось, как вы думаете? Ничего не случилось. Я, ну, ничего не случилось, я, ну, не отношу себя, вот, именно к тем людям, которые, ну, которые, вот, относятся к той преобладающей, ну, количеству людей, что там обращаются, условно, тогда, когда там что-то нужно, нужна помощь или еще что-то. Нет, вы неправильно понимаете, это, когда нужно, это, это корыстолюбцы, то просто все, а это плохо, понимаете, это не относится во то, о чем вы думаете, к больным не относится. Больному плохо, он идет к врачу, и вы ему оказали помощь, не потому, что он не уважает врача, потому что кому нужны врачи? Здоровому человеку врачи абсолютно не нужны, они его абсолютно не интересуют. А врачи вспоминают тогда, когда мы все заболеваем. Это нормальное явление, это совсем не значит, я уважаю или не уважаю. Это разные вещи. Ну, в общем, тогда совершенно просто отвечаю, что нет причины у меня нет тут. Нет, да? Нет причины. Ну, все же таки, что вас подвигло. Просто, просто хотел показаться вам, наверное. Ну, отлично. Вы меня знаете только с одной картинки, эта картинка была, условно, год назад, и я просто, возможно, хотел услышать ваше мнение о том, до времени, я еще помню, кстати говоря, был же разговор, по-моему, когда вот в феврале, когда я уехал.